Сегодня я расскажу про аварийный выезд. Аварийный это когда вода в дом от скважины не поступает. И несмотря на позднее время, заказчик все же хочет решить этот вопрос. Вот поэтому и съемка получается ночная. Приехав на объект, вначале проверяем мультиметром кабель насоса на возможный обрыв и короткое замыкание. Выяснив, что проблема в насосе, достаем его на поверхность. На этот раз у нас итальянский насос PEDROLLO 4S2-13. Распираем его, чтобы проверить вращение вала двигателя и не заклинило ли насосную часть. Все в порядке. Насос умер не от этого. На замену выбираем насос послабее PEDROLLO 4 BLOCK M2-10. Он более экономичный, 550 Вт вместо 750 Вт, как у предыдущего насоса. Но на данные условия он вполне подойдет и по напору и по объемной подаче. Пока готовим его к погружению, между делом выясняем, что последние несколько месяцев хозяевам приходили, считая за электроэнергию, намного больше, чем обычно. В летние месяцы 3-5 тысяч, вместо тысячи полутора. А в зимние месяцы 9-10 тысяч, вместо 4-5, как раньше. Это наводит на некоторые мысли. Проверим их после установки нового насоса. Подключаем насос напрямую к сети и оставляем его на некоторое время, чтобы прокачать скважину. А пока осмотрим гидроаккумулятор. Бак оказался наполненный водой, хотя при отсутствии давления в системе, воды в нем быть не должно. А это значит, что вода попала в отсек, предназначенный для воздуха. Видимых повреждений на мембране не обнаружили. Возможно, вода просочилась через неплотно прижатый фланец. Так что попробуем реанимировать гидробак. Накачали в него давление чуть меньше 2 атмосфер. Вроде как держит. Но когда смонтировали систему и запустили насос, при давлении в 4 атмосферы из него вышибла ниппель. Так что бак все-таки под замену. Ну и теперь проверяем работу реле давления. На настройки оно никак не отреагировало. И наш насос качает воду не отключаясь, создав свои положенные 5 бар. Вот и причина повышенного расхода электричества, а также и умирания предыдущего насоса. Реле не отключало его. И он молотил без остановки несколько месяцев. Вот так и пришлось заменить за один раз насос, гидроаккумулятор и реле давления.